Представителю Республики Армения, премьер-министру Республики Армения Николу Валюшу Пашиняну. Пожалуйста, Николу Валюшу. Спасибо. Уважаемые коллеги, приветствую всех. Уважаемый Александр Григорьевич, благодарю за организацию сегодняшней встречи. Рад предоставленной возможности встретиться в формате видеоконференции. Всех нас сегодня, конечно, волнует ситуация с пандемией коронавируса. И поэтому начну с информации о состоянии дел в Армении. Должен сообщить вам, что обстановка у нас в целом находится под контролем. На сегодняшний день мы имеем 1067 случаев заражения, 265 выздоровевших и, к сожалению, 16 человек умер от коронавируса. С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайной ситуации, которую мы продлили до 14 мая. Начиная с 23 марта у нас действует режим строгого карантина. С сегодняшнего дня в нем введены определенные послабления, расширяющие перечень отраслей, в которых разрешена экономическая деятельность. Как и практически все государства, подвергшиеся пандемии, мы ввели жесткие ограничения в сфере внешних транспортных коммуникаций. Правительством Армении был также принят пакет мер из пока что 11 мероприятий с целью смягчения социально-экономических последствий пандемии, как для населения, так и для бизнеса. Наряду с этим предпринимаются серьезные меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, неизбежность которых уже никто не ставит под сомнение. Сегодня мы стоим перед вызовами, которые угрожают не только нашим системам здравоохранения и здоровью наших граждан, но и создают беспрецедентные по своему характеру проблемы для экономик наших стран. Многие эксперты уже предрекают рецессию мировой экономики, которая по своим масштабам будет сравниться разве что с Великой депрессией. Ситуация усугубляется тем, что неизвестно, как долго будет длиться пандемия и каковым будет ход его развития в ближайшем будущем. Преодоление проблем, вызванных пандемией COVID-19, требует максимального напряжения сил наших правительств. Очевидно и то, что требуется координация и усилий консолидации мер всего международного сообщества. Однако, как мы сегодня наблюдаем, выход из ситуации по обузданию пандемии и преодолению неизбежного кризиса многие страны видят в мерах, основанных на логике протекционализма и ограничительных мер международной торговли. По некоторым данным, около 70 стран уже ввели запреты или ограничения на экспорт медицинских средств и лекарственных препаратов. Не исключено, что эта тенденция впоследствии расширится, охватив более широкий спектр товаров. Это не может нас не подтревожить. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами она может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию, стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства. Первостепенным в этом плане для нас является сотрудничество в рамках нашего Союза. В этой связи хочу с удовлетворением отметить, что наше видение находит полное понимание и поддержку среди наших партнеров и друзей по ЕАЭС. Уверен, что наш Союз не только выдержит испытания глобальным экономическим кризисом, но и благодаря своим институтам поможет нам выйти из него минимальными потерями. Армения готова с этой целью приложить все необходимые усилия. Мы полностью поддерживаем совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, которое является выражением нашей общей позиции относительно сегодняшней ситуации. С удовлетворением хочу отметить, что заявление созвучно тем императивам, которые были недавно предоставлены в обращении Генерального секретаря ООН. Сохранение мира, прекращение вооруженных конфликтов и единство международного сообщества являются необходимым условием для успешной борьбы против вызовов пандемии и экономического кризиса. Системообразующим принципом нашего интеграционного объединения является свободная торговля, и наши действия должны основываться на необходимости сохранения этого принципа. Поэтому в создавшейся ситуации мы считаем недопустимым введением мер тем или иным образом, препятствующим движению товаров и услуг внутри ЕАЭС. Кроме того, для Армении крайне важным является бесперебойное осуществление грузовых перевозок со странами ЕАЭС. Российско-грузинская граница в этом плане приобрела жизненно важное стратегическое значение для нас. Наконец, учитывая намечающуюся неопределенность мировой финансовой системы, считаем необходимым ускорить процесс принятия мер для максимально возможного увеличения доли платежей национальных валют в торговле внутри ЕАЭС. Уважаемые коллеги, в контексте первоочередных задач, стоящих перед нашей организацией, хочу подчеркнуть важность мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии, принятых на недавнем заседании Евразийского межправительственного совета. Из общего числа мер, в частности, хочу выделить в создании зеленых коридоров. Очевидно, что упрощение таможенных процедур имеет принципиальную важность для поддержания внешнеэкономических связей нашей страны. В создавшихся условиях хотел бы также выделить приоритетность реализации мер, связанных с цифровой повесткой Союза. Наконец, следует отметить целесообразность мер по оказанию Евразийским банкам развития кредитного содействия странам-участникам Союза. Завершая свое выступление, хочу выразить мнение, что ситуация с пандемией является своего рода испытанием для нашего Союза. Готовность наших стран к сотрудничеству и взаимной поддержке, которая была выражена в эти дни, свидетельствует о том, что интеграция состоялась и имеет большой потенциал развития. Уверен, что все мы будем стремиться и далее ее укреплять, несмотря на все трудности и неблагоприятные обстоятельства. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.